Здравствуйте, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. И сегодня мы снимаем для вас вашу самую любимую рубрику «Разбор планировок подписчиков». Напомню, что подписчиками могут быть как обычные люди, так и дизайнеры. Обращайтесь, если вам хочется, чтобы я вас покритиковала. Мне пришло письмо от Сергея. Ольга, добрый день! Меня зовут Сергей. Недавно подписался на ваш очень полезный канал и посмотрел все видео «Разбор планировок». Вы супер! Спасибо, Сергей. Мы с семьей купили квартиру и планируем ремонт. Сейчас столкнулись с проблемами на этапе планировки. У нас квартира общей площадью 79 квадратных метров. Необходимо разместить спальню, детскую, кухню, гостиную. Семья мужа, жена, два ребенка, девочки. Увлечения, коньки, лыжи, велосипеды и так далее. Мы очень активны. Ну, видимо, для спорта инвентаря необходимо найти место. Сергей, хочу похвалить вас и поблагодарить, что вы все-таки уделили и потратили свое время на то, чтобы придумать свою планировку. Потому что напоминаю, что я разбираю планировку, которую придумали вы, а не застройщик. О том, почему такие планировки не принимают застройщика, я рассказала в предыдущем видео. Ссылку на него оставлю в описании. Ну, а чтобы попасть ко мне на разбор планировок на бесплатной основе, вам необходимо выполнить определенные условия, которые я указала на одном из своих видео, на самом первом видео разбора планировок подписчиков. И ссылку на него я тоже оставлю в описании. Итак, даже не знаю, как сказать, что. Ну, давайте я быстренько покажу, что не так. Так, первое, ну, вы не указали вход, надо указать. Дальше, 39, тут написано 39 сантиметров. Для шкафчика вот так вот с вешалочками не получится. Вешалочки можно в этом варианте будет вешать только вот так. Дальше, на мой взгляд, какая-то странная история с этой вот душевой и очень-очень маленькой раковины. Вот заходишь, тут где-то вообще ютишься. Непонятно, это душевая с высокими створками или нет. Дальше, что сразу могу сказать по ванной комнате. Вот, 60 сантиметров не получится вам поставить стиралку и сушилку. И это расстояние, ну, минимум, минимум 650 миллиметров. Короче говоря, стиралку и сушилку необходимо будет, если вдруг что-то сломается, или, я не знаю, что там потребуется, выдвинуть эти два тяжелых предмета. Даже сильные мужские руки выдвинуть могут, но этими руками надо влезть в определенные щели. И размер машинки 60 плюс две руки. То есть, в общем, обычно я предлагаю даже 700. Что касается вот этой ванны, ванны угловая, ну, это прошлый век. Дело в том, что вот эта история обычно 1600. А место занимает, ну, вот реально очень много, да. И это бестолковая история. Поэтому угловые ванны можно использовать только в огромных помещениях. И то, если вам достаточно 1600 в ванне, ну, полежать с согнутыми коленками или посидеть. Бойлер рядом с унитазом. Унитаз, непонятно, где тут инсталляция. Вот я не совсем поняла, чем отличаются два эти прибора. Один из них, наверное, полотенцесушитель. Второй какая-то полочка или что это такое. Ну, и какая-то грустная раковина. Переходим к кухне. Ну, вопрос там был по П-образной кухне. Ну, сделать-то можно, не вопрос. Но вот, смотрите, холодильник, да. И вот размер холодильника 600 на 600. Он как бы вот, 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 вот. Вот как вы здесь два хотите предмета поставить вот таких маленьких? Непонятно. Никак. Ну, если это предполагались высокие шкафы, в которые встраивается, судя по всему, там микроволновка и что-то еще. Духовка. В общем, не получится. Тут по составу самой кухни тоже очень много вопросов. Нигде непонятно, где угловой модуль, где у вас, где у вас, собственно, плита. Это, судя по всему, морозилка. Ну, в общем, так себе история. Сразу могу сказать, что это хозблок, в котором мне непонятно, что это. Поэтому вот это, судя по всему, пылесос. Что касается шкафчиков. Вот этот шкаф, так вот, если поближе посмотреть, 60. Как вы написали, это шкаф-купе, но шкаф-купе должен быть побольше. Он должен быть 650. Нет, 650 с распашными. А купе 750 миллиметров. Так что вот это никуда не годится. То же самое касается и вот этой части шкафчика в детской. Что касается спальни. Ну, вот здесь вот, видимо, какой-то там красоты не писаный витринное окно, чтобы дневной свет отсюда еще проникал. Но я нигде в этой истории не увидела двери. Ну, предположим, что это у вас или двери гармошки, или какие-то раздвижные. Самая большая беда вот в этой части, вы сказали, шкафчик поставили в спальне. Этим шкафчиком вы пользоваться не сможете, потому что тут глубина, ну, мне кажется, если вот это 60 ширина, то глубина где-то 1200. Ну, представьте, как вы рукой достанете до одежды, которая непонятно. Вообще непонятно, как она развешена. Ну, по факту, вот, наверное, вот так. Это пространство все равно пропадет. Не знаю, зачем вы все ставите вот это вот кресло-яйцо. Можно более удобные предметы поставить. Ну, и что касается детской. Здесь не отодвинуть будет ребенку кресло. Ну, хотя в этом случае можно было бы переставить их сюда. Телевизоры здесь где-то. И какие-то, не знаю, шкафчики. Для чего вот эти вот коридоры? Я понимаю, что изолированная комната непонятно. Вот еще на кухне столовой. Вот здесь стул не отодвинуть, поэтому неудобно будет садиться. Здесь тоже. В общем, это все не предусмотрено. И в гостиной вот диванчик у нас 80 сантиметров. Это по непонятной мне причине. В каких-то моделях какой-то странной программы существует. По факту все-таки глубина дивана будет не меньше метра. А иногда и больше, если касается, ну, каких-то модных моделей. Вот. А теперь я сделаю некие предложения в качестве исключения. Потому что, по сути дела, я сделала разбор вашей планировки. Показала, что не так. Дальше как бы думайте. Но я решила маленький такой бонус, да, показать, что можно даже в этих условиях предложить. Если заказать на коммерческой основе, то у нас вообще получаются иногда непредсказуемые варианты, решения. И о них вы можете посмотреть на видео, когда я показываю свои дизайн-проекты. Я всегда показываю хотя бы три варианта планировочных решений, которые мы предлагаем заказчику. Все они уникальные. Уникальные, то есть вот прям не похожие ни на что. И не в рамках того, что как бы клиент хотел. Потому что иногда приезжаем на объект, говорят, здесь у меня будет спальня, здесь у меня будет детская, здесь кухня. Почему? Если вам нужно что-то там особенное. У меня это все будет совсем по-другому. Тем не менее, я внесу правки на основе, ну, как бы вашей планировки. Итак, холл. Входная группа, открытая вешалка для вещей, возможность присесть, шкаф-купе, обязательно гардеробная, хозблок. Вещей много. Ну, смотрите, что бы я хотела вам посоветовать, чтобы разместить ваше большое количество вещей. Сейчас вот только не падайте в обморок, что я делаю. Я перекрываю вход в детскую для того, чтобы создать удобный шкафчик гардеробную. И, к слову сказать, я перекрываю и проход в санузел. Вот так. Представляете, перекрыла входы во все помещения. Но вход в санузел я вам предложу здесь сделать вместо зеркала. Давайте так. Так, мы, значит, проход вот этот вот для вас сделаем. И вот мне бы хотелось, конечно, избавиться от бестолкового вот этого вот варианта в санузле. Второй санузел, ну, видимо, да, там типа гостевого, с душевым подоном в области входной двери. У нас собака, которой после прогулки необходимо купать и планируем после прогулки мыть именно в этом месте. Второй стояк позволяет реализовать это решение. Соответственно, сейчас я вот эту входную группу вам как-то попробую прорисовать. Надо вот это все тоже лишнее убрать. Из этого создаем гениальное решение. Здесь у нас будет вход в санузел. Здесь у нас будут двери купе шкафа. Здесь у нас будет перегородочка. И мы сделаем шкафчик здесь и вот в этой части с доступом из помещения детской. То есть смотрите, как мы перекрыли помещение, перекрыли перегородочкой вход в детскую. Здесь мы достроим стеночку и хозблок у нас будет таким вот симпатичненьким. Тоже какие-то раздвижные дверки. И, соответственно, вы свой пылесос поставите, там что-то еще. Вот так. Соответственно, вот это у нас получился шкаф из холла. Здесь вы можете сделать, собственно, по-другому шкафчик с распашными дверцами. Либо сделать его больше, чтобы вешать, например, так, как вы планировали. Здесь вот эта вот сидушка пусть остается. Здесь, собственно, можно зеркало, наверное, которое вы хотели. Он будет не напротив входной двери. Дальше санузел, значит, где нам нужен душевой поддон. Давайте мы внутрянку всю сотрем и сделаем хорошо. Прямо я все вам придумываю. Буду мщиться. Унитаз, наверное, оставим на прежнем месте. С инсталляцией, вероятно, там как-то поместится. Сделаем такой длинный поддончик для собачки. И вот здесь поставим какую-то все-таки более комфортную раковину. Может быть, какую-то стильную даже. Соответственно, гиг-душ. И здесь, наверное, какой-то душ для мытья собаки. Есть очень классные, знаете, с такими щетками у одного из производителей. Давайте я зачитаю. Детская кухня-гостиная. Детская, желательно изолированная. Две девочки и семьи 10 лет. Ну, я настолько изолировала, что в нее не попасть, да, сейчас. Но, 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 но я вам покажу, как в нее можно будет попасть. Для начала я как бы сотру все художества, которые здесь есть. Меловую доску вы наверняка найдете уже место. Давайте вот это все стираю. Надо будет где-то сделать проход. Вот, да, попасть-то в комнату надо будет. Мы сделаем здесь проход. Ну и, собственно, рисуем, рисуем дизайн. Стеночка у нас. Дверку можно сделать сдвижную или распашную. Если распашную, то вот так. Предлагаю вам поставить стол. Не у окна, а вот так вот. Здесь пусть будет шкафчик. Здесь пусть будет какая-то тумбочка на колесиках. Вот, и вот у нас два места рабочих. Мило-мило. Здесь ставим одну тумбочку или индивидуальный шкафчик. Здесь другую. Кроватки, вот я забыла тогда сказать, у вас были не масштабные. Метр 80, метр 90. Таких не бывает. Будут нормальные. Соответственно, здесь вот перегородочку, как вы хотели, можно сделать. Кроватки поставим. Не забудьте, что размер будет 2 метра или 200 миллиметров. У той и у другой кроватки. Рассчитайте это. Не забудьте. 2, 200. Так. И, соответственно, ну, как подушечки положить. Пусть это будет так же, как у вас и было. Наверное, это вполне может быть. На 900. Вас, видимо, устраивал этот размер. Вот. Поэтому, как бы сделали такую красивую штучку, здесь не забудьте про радиатор. И можно сделать шторы римские. Ну, собственно, как у меня за спиной. Чтобы они не выступали. Вот. И, как я уже сказала, вот у нас шкаф, в котором можно повесить вещи. И у каждого ребенка еще по одному шкафчику. Можно такие высокие поставить. С выдвижными ящичками. Внизу игрушки положить. Наверху еще какую-то там, какие-то платьица. И вот общие с раздвижными дверцами. Дальше. Давайте я прочитаю. Значит, в ванной комнате стиральная машина и сушильная машина. Ну, давайте покажу, что здесь не так. Что здесь не так, я уже сразу сказала. Все не так. Поэтому, начиная с того, что, собственно, входную дверь не надо делать внутрь маленького помещения. Бойлер, я думаю, вы там распределите самостоятельно, без проблем. А что касается стиральной и сушильной машины, я предлагаю поставить вот сюда. Стиральная и сушильная плюс сушильная машина. Дверь давайте сделаем все-таки открывание наружу. Унитазик мы поставим вот в этой части комфортника с инсталляцией. Здесь у вас будет роскошное место для ванны. Ну и раковину можно, собственно, поставить, например, вот так вот по оси с зеркалом. А ванна может быть с какой-то полочкой. Тут может быть шторка. И вот ванна с душем. Придумала? Придумала. Что касается П-образной кухни. Да, собственно, П-образную кухню вы без проблем можете делать. Но, как я уже сказала, без вот этой вот ерунды. Значит, в зоне столовой давайте все-таки уберем вот эту ненужную часть хозблока. Столик я тоже убираю, потому что предложу по-другому его сделать. Вот эту историю тоже мы стираем, потому что здесь не поместится вся эта ваша прелесть. А вот в этой части я тоже сделаю выгроз из спальни. Как бы такая история получается. Здесь поставим какую-то витринку для красивой посуды. Здесь мы построим стеночку. И это будет уже следующая у нас история. Шкаф из спальни. Ну, все остальное, вот эту вот кухню вы как бы там построите, скомпонуете вместе с дизайнерами по продаже кухонь. Вот, поэтому это все здесь может поместиться приблизительно в вашем же варианте. Вот это вот не забудьте у нас витрина. Еще надо для духовки и микроволновки вам вот сюда вот это все поставить. Ну, и здесь мы поставим столик со стульчиками. Мне кажется, попросторнее. Ну, тут еще надо посмотреть как бы размер. Диванчик у нас будет побольше. И может быть его сделать даже в гостиной угловой. Почему нет? Потому что он вряд ли уже тут из-за наличников там 2,20 получится. То есть он чуть меньше. Соответственно, вот сделаем еще такую кушетку. И вы будете роскошно на нем лежать. Стол, собственно, можно будет раздвижной сделать. Его приставлять к столу. Мы спальню прямо вот видоизменим. Сделаем вот так вот здесь пространство попросторнее. Все так что-то вот невесело я говорю, потому что сложно. Уже конец рабочего дня отработала со всеми. Так что теперь работаю с вашей планировкой. Я решила, что попробую, рискну для вас уменьшить вот это вот пространство. Вот эту стеклянную витринку я оставлю. А вот проходы, проходы, вот сделаем вот здесь вот с раздвижными какими-то дверцами. В общем, у вас не очень было, собственно, просторно. Поэтому ничего страшного. Я думаю, что я сейчас так тоже сделала. Но каждый к своей части кровати будет подходить отсюда. Главное, появился у вас вот этот шкафчик. Видите, какой он красивенький. А здесь, ну, наверное, придется потерять пространство и сделать другой шкафчик. Дверцы надо будет посмотреть. Наверное, внутрь должны уходить будут. И, соответственно, телевизор можете и здесь повесить. Здесь прохода только имейте в виду не будет. И здесь поставите тумбочку. И на нее телевизор. Телевизор. ТВ. И вот это ТВ. Ну, в общем, здесь можно будет еще и креслица какое-то поставить. Вот. И какие-то там, не знаю, журнальные столики. Если бы у меня было больше времени, и якобы этим озадачилась именно для создания планировки для вас, то здесь уже все в масштабе мы покрутили. То есть это такой, знаете, набросок. Можно сделать так, можно сделать и так. Дальше надо все четко по сантиметрам просматривать, чтобы все получилось, как я вам набросала. Тут возможные как бы варианты. Поэтому, надеюсь, мой набросок будет понятен для вас. Ну, и очень надеюсь, что он вам поможет, уважаемый Сергей, вам и вашей семье с девчонками 7 и 10 лет. Вот. Поэтому, если вам понравилось это видео, обязательно напишите, что помогла вам вот эта планировка, которую я вам придумала или не помогла. В принципе, все зрители, делитесь со своими друзьями, знакомыми, родственниками этим видео, потому что кому-то может быть полезно, интересно. Не забывайте про все мои соцсети. А сегодня всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...